Всем привет, ребят, с вами MegaObzor.com и сегодня мы с вами протестируем интересный корпус, рассчитанный под ITX платы. Это Fractal Design Aero ITX. Этот корпус вы могли уже видеть у нас во время обзора платы материнской Gigabyte X570 Aorus Pro Wi-Fi и также системы жидкостного охлаждения Fractal Design Celsius Plus S24 Prisma. Продажи корпуса стартовали, его средняя стоимость 12900 рублей. Комплект включает две верхние стенки, стяжки, набор винтов, руководство пота и гарантийный талон. Выполнен в ITX формате, говорит очень компактный. Для сравнения приведем сравнительный снимок с консолью Sony PlayStation 4 Pro. Вышло сразу несколько расцветок, помимо классической черной, есть также в сером, белом, золотистом и кобальтовом цветах. Выглядит отлично. Внешний вид у него, как вы видите, премиальный. В основе используют сочетание алюминиевых и стеклянных поверхностей. Также доступна модификация, отличием которых стала одна из панелей. Она может быть из закаленного стекла или дерева. Ставится панель на верхнюю грань. Крепится при помощи шести магнитов. Выбрать можно между дизайном и эффективностью охлаждения. Дополнительная панель – это вентиляционная решетка с полевым фильтром. Обе боковые стенки Fractal Design RITX выполнены из металла. В центральной части расположена вентиляционная решетка. Тут есть фильтр. Безвинтовое крепление с помощью клипс. Лицевая панель полигональной формы. Она также из алюминия. На ней выведена кнопка включения разъема USB Type-C, 2 USB 3.0 и спаренный аудиоразъем. На задней стенке зафиксирован 80 мм вентилятор без подсветки. Вместо выреза под блок питания используется гнездо питания. Ниже для заглушки под плату расширения. Две штуки у нас. Стоит корпус на четырех прорезиненных ножках с небольшой высотой. Нанесена наклейка с техническими данными. Он выделяется на фоне известной линейки Define. Место прямых углов – плавные переходы. Место ровных панелей – полигональные формы. Объем внутреннего пространства всего 16 литров, но нужно отдать должное, этот объем используется эффективно. В отличие от большинства ITX корпусов, тут предлагается гибкий подбор компонентов. Так, мы установили плату Gigabyte X570 Aorus Pro Wi-Fi, обеспечив возможность беспроводного подключения к сети. В качестве процессора подобран AMD Ryzen 5 3600. Его уровня быстродействия достаточно под большинство сценариев и современных игр. Дополнит установленный Fractal Design Air ITX вентилятор, можно двумя 120-метровыми сверху, два 140 снизу. Но нижняя панель позволит поставить их только без использования видеокарты. Тут решайте, что для вас приоритет. Помимо воздушного охлаждения, есть возможность установить систему жидкостного охлаждения с радиатором 240 мм. Внутри разместилась Fractal Design Celsius Plus S24 Prisma. Как можете понимать, процессоры уровня Intel Core i5 и AMD Ryzen 5 – это не верхняя планка для этого корпуса. Это могут быть и старшие решения. В этом форм-факторе удалось предложить обстановку видеокарты длиной до 295 мм. И это решение рассчитано на игры с высокими настройками графики, даже в 4К. Главное, чтобы кожух не выступал за пределы двух слотов. Блок питания устанавливается в отдельный отсек. Доступны посадочные рамки под источники типоразмера ATX, SFX и SFX-L. Высота установки корректируется. Несмотря на то, что материнская плата позволит установить два М2 накопителя, корпус также даст возможность установить и дисков под системой, состоящие из одного 3,5-дюймового или двух 2,5-дюймовых дисков. Компоновка элементов внутри корпуса, конечно, плотная, но сборка не создавала трудностей. Но с одной оговоркой. Рекомендуемо ознакомиться с инструкцией, она иллюстрирована, и в ней описана оптимальная последовательность придерживания ее. С учетом того, что большинство устанавливает только одну видеокарту, не задействуя остальные PCI-разъемы, корпус Fractal Design RISX позволяет без ущерба быстродействия собрать систему, занимающую на порядок меньшую площадь. Такой корпус можно будет разместить на рабочем столе рядом с монитором и даже переносить с собой в рюкзаке. Премиальные материалы, два вида верхних панелей в комплекте, совместимость с компонентами, интересные варианты расцветок, низкий уровень шума, набор разъемов на панели, из минусов только стоимость, сборка, конечно, в ITX формате дороже, чем ATX. С удовольствием обсудим с вами Fractal Design RITX. Всем спасибо за внимание и пока-пока.